Добрый вечер, господа! Это Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Как всегда, здравствуйте! Всем здравствуйте, Юля, привет! Да, не забывайте подписываться на наш скромный Латынина ТВ, не забывайте делиться ссылками на этот эфир и ставить лайки, а свой собственный канал Стас отрекламирует сам. Да, подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Белковский, где в минувшее воскресенье вечером появилась премьера программы «Гибель этого мира», куда ведет Четвертая мировая война. Это даже не специальный, а аварийный выпуск «Дауншо» времени Белковского, который не потеряет актуальности еще значительное время, поэтому смотрите его обязательно, тоже лайкайте и републикуйте где-нибудь у себя. Также остаются в силе практически ежедневные проекты «Доброй ночи, малыши» и «Доброго дня, малыши», которые позволяют вам жить спокойно и не обращать внимания на реалии, или, по крайней мере, адаптировать себя к реалии Четвертой мировой войны. Ну что же, Четвертая мировая война, потому что тут я вижу какие-то сообщения о перемириях между Хамасом и Израилем, в пятидневном перемирии, в обмен на освобождение 50 заложников. Я пока не вижу никаких официальных подтверждений, но вижу слухи. Что-то по этому поводу «Доброй ночи»? Насколько мне известно, предварительная договоренность, обмен, там в чем пикантность этой ситуации, 50 заложников на 150 палестинских заключенных и, так сказать, несколько дневные перемирия, возможно, трех, возможно, пятидневные. Правительство Израиля предварительно согласовало, но еще не утвердило. Эту схему, она будет обсуждаться чуть позже, вскоре после нашего эфира, если я правильно понимаю, на заседании правительства, при этом входящие в правительство ультра-националистические партии, Бицелеля Смотрича, министра финансов и Тамара Бенгвира, министра национальной безопасности, уже заявили, что они категорически против такой схемы, поскольку она стимулирует продолжение террора со стороны Хамаса, и никакие сделки без и до следующих шагов в военном плане не нужны. Поэтому согласиться ли это правительство в целом без развала правящей коалиции, пока неизвестно, хотя во время войны все решения принимает узкий военный кабинет. И точка зрения господ Смотрича и Бенгвира, их политических сил может и не учитываться. Поэтому правительство может разваливаться само по себе, а военные действия будут координироваться сами по себе. Вот смотри, я сейчас скажу ужасную вещь, которую, собственно, много раз говорил Давид Гендельман о том, что две цели операции уничтожения Хамаса и освобождение заложников противоречат друг другу. О том, что Израиль уже менял Гелада Шалита на тысячи палестинских заключенных. И, собственно, вот один из них сейчас является одним из главных организаторов этого теракта. И что, когда Хамас будет приперт в угол, он, естественно, попытается замедлить продвижение израильских войск, которое очень существенное. Хотя здесь я должна сделать замечание такое маленькое, что в отличие от прежних войн Израиля, где быстрота была все, здесь мы видим, что главное это не быстрота, а основательность, с которой взрывают туннели. Другая совершенно тактика. Так вот, совершенно понятно, что после того, как после пяти дней перемирия навалятся все на свете люди доброй воли со словами «не продолжайте». Разумеется. Но они наваливаются уже и сегодня. Израиль подвергается огромному международному давлению, прежде всего, со стороны США. Потому что, безусловно, значительная часть электората Джозефа Байдена поддерживает Палестину. И падение рейтинга Джозефа Байдена, о котором сейчас все говорят, до беспрецедентных 40%, и тот факт, что он впервые начал в общенациональных опросах серьезно проигрывать уже на 5% и больше своему виртуальному сопернику Донаду Трампу, это прежде всего следствие войны в Израиле и ничего-то другого. И ни старости Байдена, и ни признаков его деменции, и с экономикой не все так плохо в Соединенных Штатах. Скорее, хорошо, чем плохо. И с основными трендами ее развития, которые, если получится, то закрепятся до лета следующего года, когда, собственно, электорат примет для себя основополагающее решение того поддерживать. Да и, в общем, война в Украине не сильно кому-то мешает, хотя много разговоров о том, как Запад от нее устал. А вот война в Израиле действительно чувствительна для значительной части западных обществ, американского в частности. И Байден теряет своих левых, крайне левых, своих чернокожих избирателей из БЛМ, антисемитов, которые всегда традиционно голосовали против республиканцев, как бы там поддержка Израиля в республиканском лагере была значительно более консолидированной и остается. Собственно, Дональд Трамп и его единомышленники здесь занимают весьма однозначную позицию. Да, поэтому, собственно, и Америка уже говорит о том, что все-таки надо, надо приостанавливаться и все такое. И с учетом этого и принимается решение об обмене заложников. Поэтому здесь Израилю так или иначе придется лавировать, полностью игнорировать эту международную ситуацию нельзя. Кроме того, внешние игроки, которые делают вид, что они очень жестко настроены к Израилю, а по смыслу не так уж жестко, например, Саудовская Аравия, тоже имеют свои интересы на выборы в США. Поскольку наследный принц Мохаммед бен Сальман, фактически правитель Саудовской Аравии, ее премьер-министр, безусловно, делает ставку на победу Трампа. Ибо его близким деловым партнером является зять Трампа Джаред Кушнер. И королевская семья вложила 2 миллиарда долларов в инвестиционный фонд, созданный Джаредом Кушнером. Поэтому это оказывает вполне определенное влияние на ситуацию вокруг военных действий Израиля, которую, тем не менее, надо сказать, что, первое, молниеносной войны и быть не могло, поскольку речь идет о сражении с не регулярной армией, а с террористическим анклавом, со всей его инфраструктурой. Поэтому правила там совсем не те, что во время шестидневной войны 1667-го или войны судного дня 1773-го года. Собственно, уже и последние войны в Израиле, в частности война с Хизбаллой в Ливане в 2006-м году, отнюдь не были молниеносными. Они в конечном счете оказались успешными, но именно то, что они не были молниеносными, с самого начала вызвало шквал критики в отношении израильских лидеров, тогдашнего премьер-министра Элода Ольмерта, министра обороны Амера Переца, профсоюзного лидера, многие говорили, что тоже мне поставили профсоюзного лидера, министром обороны в такой критической ситуации. Наверное, поскольку он умеет только забастовки организовывать, то лучше, что он может делать, это объявить забастовку армии обороны Израиля в качестве эффективного средства борьбы и генералов и так далее. Тем не менее, Израиль в 2006-м выступил достаточно успешно. Просто нужно было оценить, что исторические события прошлого недалеко не всегда опрокидываемы в настоящее. Конечно, это не может быть сделано за один день или даже за один месяц. Во-вторых, конечно, Израилю приходится идти на компромиссы. Воленс-ноленс. Эти компромиссы мы будем сегодня наблюдать, в том числе и по решению правительства о том, идти на первую сделку или не идти. Ну вот смотри, я прямо тебя в лоб спрошу, потому что до сих пор было так, что военные воюют, а переговоры этим занимаются не военные. Первое. Будет ли остановка, будет ли этот обмен, будет ли остановка войны на пять дней? И второе. Правильно ли это решение, если это будет? Ну, если бы я знал, правильно ли это решение, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, то, безусловно, я бы лотировался в премьер-министра Израиля и требовал бы прямых выборов. Это знает только Господь Бог и знает лучше всех нас. Я думаю, что это решение неизбежно, поскольку полностью бескомпромиссную позицию Израиль не может себе сегодня позволить. Другое дело, вопрос, количество параметров решения. Обмен сколько, скольких заложников на скольких палестинских заключенных, перемирие пять дней или три. Уже в израильском политическом эстеблишменте активно дебатируется вопрос, нужно ли было снимать им полный эмбарго на поставку топлива в сектор газа. Все те же, смотрячи Бенгвер, упомянутые мной в начале нашей полемики, утверждали, что категорически не нужно и нужно ужесточать. И поэтому здесь понятно, что каждый политик, каждая политическая фигура решает не только задачи победы над Хамасом, он решает и свои вполне конкретные конъюнктурные задачи. Особенно с прицелом на досрочный выбор аргумента Кнессета, который вполне возможно после окончания этой войны, то есть где-то в начале весной, например, следующего 2024 года. Для Биби Нитаяху, безусловно, важно показать, что он консолидировал нацию и все-таки смог нанести Хамасу решающий удар уже на стартовом этапе войны. И поэтому нужно забыть те ошибки и прегрешения, которые во многом и привели к войне. А сегодня обнародована в газете «Идиот охрана» обнародована аналитическая записка одного из крупных израильских спецслужбистов, поданная в правительство еще в марте нынешнего года, где говорилось, что вероятность нападений со стороны Хамаса и Ислэш-Или Хизбаллы нарастает пропорционально тому, как растет внутренний раскол в Израиле из-за юридической реформы. И, собственно, поэтому юридическую реформу нужно остановить, или пока не снизить градус внутреннего противостояния, достигающего уровня холодной гражданской войны. Тогда же, собственно, против юридической реформы выступил министр обороны Юам Голланд, который хотя бы принадлежит к партии самого господина Гитаньяху, к партии Ликуд, но занимал особую позицию. Там в Ликуде не все были в восторге от реформы, в том числе и министр обороны. Биби пытался его уволить. Это вызовало известное возмущение не только в военных средах, но и в самом Ликуде. Он ее, Голланд, оставил. Сейчас ее, Голланд, по-прежнему остается министром обороны. Поэтому обо всем этом Биби должен забыть, и он ведет себя сообразно не об этом требовании к этому забвению. Соответственно, смотришь, что Бенгвер, готовясь к досрочным выборам, своему электорату, какую неколебимую позицию они занимали. И даже если их предложения не были приняты, все равно они занимали такую позицию. Давайте запомним, зафиксируем для истории, чтобы голосов было побольше. А вот все проблемы были от того, что их не слушали. Что типа нужно было... Ведь это представитель партии Бенгвера, Михаэль Ияху, заявил открыто и публично, что Израиль должен применить ядерное оружие в секторе и газе. Что не забудьте себе долго... За что был вышиблен в заседание кабинета. Что-что? Нет, нет. За что был вышиблен в заседание кабинета. Чуть ли не. Он не был уволен. Это точно. Нет, по-моему, Биби отменил это решение под давлением своего калиционного партнера Бенгвера. И о Михаэле Ияху простили. Но не простили этого Израилю все остальные во главе с Раджевом Таипом и Даганом, который теперь каждый день носится с воплями, что оказывается, у Израиля есть ядерное оружие, нас обманывали, обманывают, и нужно устроить срочные масштабные международные инспекции на эту тему и завалить Израиль проверками, и вообще потребовать Израиле отказа от ядерного оружия. Потому что он нарушает все международные договоренности, что чисто формально, отчасти, правда, нарушает, конечно. Потому что если у тебя есть ядерное оружие, ты должен формально об этом сообщить и действовать в соответствии с международными договорами. А Израиль этого по вполне полнятным причинам не делал и не делал. Поэтому здесь, собственно, как и в Украине, есть позиция военного истеблишмента, которая диктуется военным и приоритетом, есть позиция политического истеблишмента, на которой приоритеты несколько другие. Но поскольку Бибе приходится оберовать, в том числе и в отношениях с американцами, то я считаю, что некая сделка будет, и этого просто нельзя избежать. Если что-то нельзя избежать, то это надо принять как должно. Как говорила Голдемейер, ядерного оружия у нас нет. Во-первых. Во-вторых, если надо будет, мы его применим. Мы еще вернемся к Израилю, но просто у нас сегодня такое количество тем, которые я хотела бы обсудить, что давай пробежимся по ним быстренько. Первое. Это, конечно, фабрика эльфов ФБКшная. Ну, то есть ФБК говорит, что это не ихняя, что значит это фонд Free Russia Foundation ее финансирует. А те люди, собственно, которые в ней работали, сказали, что Казани им отдавал Владимир Милов. Ну, типа, записано на тетушку. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, я бы не очень хотел углубляться в эту тему. По принципу, в доме повешенного не говорят о веревке. Что, мы с тобой фабрики ботов содержим? Нет, в том смысле, что у российской оппозиции дела и так не здорово. Ну, в доме повешенного не говорят о веревке. Это значит, что, если ты даже считаешь тяжело больного человека не очень хорошим, ты не будешь об этом говорить в присутствии его удрученных родственников. А как ты возьмешь паузу? Что я и сделал, собственно. Я старался никак не комментировать эту историю, пока ты меня об этом не спросил. На мой взгляд, что можно считать... Тем более, что я сам не оппозиционер, хотя бы потому, что я не политик. А оппозиционер все-таки политический статус. Я наблюдатель, аналитик. Да, весьма критически и даже негативно относящийся к Кремлю и его политике, но не оппозиционер в политическом смысле слова. И что мы видим из этого? Насколько я понимаю, что не отрицается всеми участниками этой разборки, если можно так назвать, что действительно бота-ферму содержали, содержали за деньги американских налогоплательщиков. Скажем так, это довольно странно. Мне не кажется, это как минимум продуктивной стратегией, особенно в расчете на то, что твои избиратели, твои сторонники не идиоты, а ты относишься к ним с уважением. И не копируешь в этом смысле в полном объеме тактики своих оппонентов, которым в этом смысле позволено все, но тебе-то не позволено все. Этим ты и должен отличаться от них. Во-вторых, действительно, мы видим, что среди менеджмента фактически этого проекта было немало сторонников Алексея Анатольевича Навального. Это мы тоже видим. Мы также видим, что уязвленная сторона не предъявила каких-то важных фактических аргументов по делу, а в основном свела все к аргументации эмоциональной и обвинениям Михаила Светова, который опубликовал это на своих ресурсах. Михаил Светов, это, насколько я понимаю, наш ключевой молодой либертарианец в том, что он работает на каких-то плохих заказчиках, в чем я сильно сомневаюсь. Я не думаю, что он работает на плохих заказчиках, но независимо от этого, это же стандартный прием подмена контекста, да, неправда или нет, о чем говорят, а кому это правда выгодно. Да, она может быть выгодна кому угодно. Выгодная Кремлю, безусловно, выгодна. Но от этого, что она не перестает быть правдой. Поэтому это вся неприятная история. Я не хотел бы именно я лично, я не утверждаю, что это никто не должен обсуждать или так далее. Я не хотел бы слишком долго на ней зацикливаться, поскольку ухудшать положение и без того, сильно ослабленной, подорванной и дезориентированной морально-идеологически нашей оппозиции, я бы не стал. Мне кажется, все и так очевидно. С обвинениями в адрес Светова я не солидаризируюсь. Я не знаю, кто финансирует Светова, я почти не знаю самого Светова, но, опять же, никому не удалось доказать, что он сказал неправду. Тогда от одного либертарианца перейдем к другому либертарианцу. Я имею в виду, конечно, победу аргентинского Амилея. И поскольку я ничего не знаю об Аргентине и Амилее, то что ты об этом расскажешь? Я тоже далеко не большой аргентиновед. Хотя было очевидно, что это страна из одной из самых преуспевающих в мире сто лет назад. Это стало одной из, в общем, практически разваливающихся на глазах одной из многих в наши времена, при том, что Аргентина всегда была прибежищем европейцев в Латинской Америке. Сейчас, конечно, не политкорректно говорить, что была самая белая страна. Сейчас нам тут напишут жалоб и закроют весь эфир. Поэтому так, прибежищем европейцев. Правда, среди этих европейцев были и нацистские преступники, обильно представлены. После окончания Второй мировой войны, которых, наверное, тоже нельзя хвалить. Ни за что это будет приравнено к оправданию нацизма и экстремизма. Но все-таки я могу сказать, что эти нацистские преступники, кажется, были людьми достаточно образованными, неплохо подготовленными в разных областях. Но в последние десятилетия Аргентину шатало от всех проблем, которые, в принципе, присущи глобальным элитам на сегодняшний день. Выбор Хавьера Милея, кто на свете всех Милей, вовсе не связан с его взглядами как таковыми. Они, на мой взгляд, могли быть любыми. Очень важно, потому что Милей очень четко и радикально противопоставил себя элитам. Это типичный антиэлитный кандидат. И его 55% или 56% голосов – это рейтинг неприятия правящей элиты юридических и эстетических основ. На мой взгляд, элиты сегодня везде в мире. Не везде в мире, но в большинстве цивилизованных стран мира, как мы это называем. Вот тоже весьма неполиткорректно, поскольку все-таки цивилизаций на Земле несколько. И поэтому одна цивилизованная страна не чета другой. Даже если там стратические устои института и рыночная экономика. Это 5G, как я бы могло. 5 Граундс. Первый – это лицемерие, с которым мы столкнулись все время условно. Тайвань является частью Китая, и мы это признаем. Но будем поставлять оружие Тайваню, чтобы он не присоединился к Китаю. А полностью противоречит Б и дает основания. Или, так сказать, Карабах никем не признан в качестве независимого государства, ни части Армении. Потом мы удивляемся, что Азербайджан проводит спецоперацию на своей канонической международной территории. И никаких аргументов, чтобы его осудить за это. И как-то противостоять этому в легальном формате нет. Б. Коррупция. Ну, так сказать, всем никому ничего нельзя, но Хантеру Байдену все можно. Или вот недавно смесь лицемерия с коррупцией, например, повязали председателя комитета по международным делам Сената США Роберта Менендеса за то, что он брал взятки у египтян. И Роберт Менендес не нашел ничего лучшего, как, естественно, заявить, что все это гонение на латиноамериканцев США в его лице. То есть мы должны сразу поверить, что, а, он не брал взятки у египтян или даже брал, но это неважно, потому что в современных США, видимо, латиноамериканцы, американцы латиноамериканского происхождения являются объектами гонения. Ну, кто же, ну, опять же, считают всех за идиотов, но так принято, это нормально. Мы смотрим сериал «Карточный домик». За что не любят Вашингтон? За то, что здесь живут и действуют такие люди, как вы. Третья опора – это высокомерие. Ты всегда можешь услышать, что мировой порядок неколебим, и, так сказать, если кто-то… Я начальник, ты дурак, эта логика работает абсолютно в современных элитах. Потом, правда, случаются такие события, как война 7 октября или победа Хавьера Милея, ну, и это еще пока не заставляет никого опомниться. Да, впрочем, после коррупции следовало бы назвать третьей опорой кумовство, то есть непотизм. Когда Хилари Клинтон уверенно шла к победе на президентских выборах 2016 года, в итоге выигранных Трампом, но по абсолютному количеству голосов все-таки Хилари сама выиграна, то были скептические голоса, которые формулировались так, используя такие формулировки, что американцы привыкнут к тому, что президент США может носить фамилию только или Буш, или Клинтон. Ну, конечно. Это относится ко всем иерархическим структурам современного мира, не только политическим. По старому советскому анекдоту, там может ли внук генерала быть маршалом? Нет, потому что у маршала тоже есть внук. Или, как внук спрашивает Андрея Андреевича Громыка, дедушка, когда я вырасту, я смогу стать министром иностранных дел? Нет, внучек, зачем нам два министра иностранных дел? Вот. Далее. Высокомерие и некомпетентность. Вот. Весь этот набор, который, собственно, и привел по войне 7 октября в Израиль, тоже в значительной степени. Поэтому, поскольку люди устали от этого набора, выдаваемого за... при этом прикрываемого демонстративным... прикрываемого ханжеством, исследуемым каких-то демонстративным добродетелям и призывом затянуть потуже пояса, например, в ситуации, когда элиты их совершенно не затягивают. То есть, так сказать, они независимы от экономической ситуации в стране используются принцип моего давнего знакомого, о котором я говорил как-то в нашем выпуске, когда его спросили, зачем он возглавил фактически банкрота, обанкротившуюся государственную структуру в середине 90-х годов, он ответил, в любой верхней вольте, на Небурке на Фасо, два человека короля и министров финансов всегда живут хорошо. Вот короли и министров финансов живут хорошо, их нации живут в нищете. Это нормально. И просто при современном уровне информации, наличии интернета, социальных сетей и так далее, скрывать все это дело стало значительно-значительно сложнее. А кроме того, значительно сложнее стало ограничить агитацию антисистемных лидеров и кандидатов. Отсечь такие фигуры, как Хавьер Милей, от доступа к сознанию избирателей. В результате антиэлитный кандидат побеждает. Что проповедует Хавьер Милей? Проповедует много всякой ерунды, вероятно, но тем не менее он налицетворяет достаточно важный тренд перехода от иерархических государственных структур к сетевым, безусловно. И, кроме того, он отражает еще нарастающий глобальный постгуманистический тренд. То есть, безусловно, стирание грани между человеком и животным миром, потому что, как он сам говорил, четыре основных его советника по экономике его собаки. Главный советник и собеседник – это его покойная собака, с которой он опять с помощью медиума. И четыре его собаки – это клоны той самой изначальной собаки. Кажется, ее зовут почти как кони, но из Терминатора. И кличка, и имя собаки. Я сейчас не могу его вспомнить, но это не имеет значения. Хорошо. В несистемных кандидатах. Собственно, есть самая могущественная, на мой взгляд, несистемная фигура, потрясающая, которую зовут Илон Маск. И тут Твиттер решили разорить компанию, вернее, не компанию, а это такой watchdog, который называется Media Matters. Я посмотрела, что это такое. Это, господа, в чистом виде главлит, только самоназначенный. Вот в Советском Союзе был главлит, который, соответственно, занимался цензурой и особо ретивок сдавал как-то КГБшникам. А значит, тут эти медиометасы, которые борются, естественно, всегда с крайне правыми, с антисемитизмом, в общем, со всеми самыми плохими вещами. Они решили доказать, что Илон Маск, что сеть Илона Маска неправильно все публикует. Они подписались на самые антисемитские, безумные фейковые аккаунты и долго-долго-долго их рефрешили, пока они не нашли рядом с аккаунтами, которых он читали, какие-то объявления, рекламные объявления от Apple, Disney и так далее. После этого они подняли ужаснейший хай. После этого оказалось, что у Маска все ходы записаны. То есть, с одной стороны, у Паска ушли работодатели, а с другой стороны, Маск выкатил эти медиометасы, гигантский иск. И, соответственно, у меня вопрос, что ты обо всем этом думаешь и кто кого? Да, и там еще был трип Маска, который был абсолютно антивокский, но который провозгласили антисемитским. Ну, антивокский, это объясним нашим зрителям, что это протест против ВОК-калчера. Да, протест против ВОК-калчера, причем я должна сказать, что министр Израиля по делам антисемитисма в это же самое время сказал Маску большое спасибо. Спасибо за вообще, потому что я считаю, что без Твиттера просто мира 7 октября узнал бы только от CNN и узнал бы, что это resistance fighters, то есть, ну, как бы лидеры сопротивления. Захватили там нескольких солдат. В известном советском анекдоте про встречу в аду Наполеона еще нескольких. Там Сталин, Наполеон и Гитлера. Наполеон говорит, если бы у меня была газета «Правда», мир не узнал бы о Ватерлоу. На мой взгляд, тут ведь Илон Маск, естественно, никакой не антисемит и не занимал никогда антисемитских позиций. Он просто обратил внимание на то, что антидеформационная лига, которая создана для защиты евреев в разных странах мира, вдруг неожиданно активно поддерживает БЛМ и критическую расовую теорию. И признал расистским слоган «White lives matter», предложенный одним из самых известных чернокожих мира, Канью Вестом, рэпером Е. Ну, что довольно сложно признать расистским, потому что если «Black lives matter», хорошо мы с этим согласны. То почему же «White lives matter»? Ну, то есть как-то это все, так сказать, не стыкуется. И, кроме того, Илон Маск заявил, что, ну, слушайте, а вы знаете, уважаемые антидеформационные лиги и защитники евреев, что те, кого вы поддерживаете, сторонники критической расовой теории и всякие БЛМщики, они ваши злейшие враги, злейшие враги евреев и Израиля. И вы их поддерживаете как морально, так и информационно. После этого формально и случился скандал. Но это чисто формально. Сделано не в этом. Дело в том, что просто Илон Маск многим надоел. Ну, он действительно очень крупный антисистемный игрок. При этом антисистемный игрок, не занимающий никаких государственных либо политических должностей. Он мощный креатор и трендсеттор. Этим и силен. А не какими-то непотистскими связями или тем, что кто-то... Конечно, он мальчик из хорошей семьи, родился в ЮАР, от них не в нищете, но тем не менее. Он не типичный представитель американского эстеблишмента, разумеется, которому все можно. В том числе править взятки у египтян, а потом заявлять, что это тебя преследует, потому что ты латино-американец. Или, так сказать, можно получать 50 тысяч долларов в месяц в компании Буризма и прятать их себе на наркотики, а потом заявить, что те, кто об этом сказал правду, те, значит, для и широки свободы и поборники коррупции. То есть Илон Маск – это характерный пример человека, который именно в современном сетевом мире, который все более становится вне иерархическим и сетевым, приобретает огромное влияние с точки зрения традиционных элит, явно не по чину. Ну так надо же его как-то окоротить, а для этого любые поводы и предлоги хороши. В частности, обвинения в антисемитизме, которые, разумеется, так или иначе остаются весьма существенными для эстеблишмента в целом. Где немало и скрытых, и открытых антисемитов, из-за чего падает рейтинг Байдена, из-за чего Байден вынужден занимать все более осторожную позицию в отношении поддержки Израиля, как финансовой, так и риторической. Но, тем не менее, антисемитом же быть никак нельзя. Поэтому, если Маск – антисемит, это ужасно. И вот его противники за это уцепились. Ясно, что причиной является вовсе не поддержать евреев, поскольку именно многие оппоненты Илона Маска поддерживают этот самый лозунг. From the New Yorkers, this is, Palestine will be free. Или, как он перефразирован некими нашими шутниками, from the river to the sea, территория Руси. Что можно было вложить в Владимира Владимировича Путина или его единомышленников на сегодняшний день. Кстати, Маск сказал, что этот слоган является явным, он геноцидный, абсолютно экстремистский геноцидный. Он будет делать все возможное, чтобы в социальной сети X, бывший твиттер, он не мог появиться. То есть я здесь в явном виде поддержал позицию Израиля и евреев. Но, так сказать, естественно, его будут пытаться уличать в обратном вопрос, потому что надо ему дать по морде. Он слишком зазнался. Его влияние не соответствует его положению в формальных иерархических структурах прошлого, которые категорически отказываются признавать наступление будущего, отказываются от власти. Так, и, собственно, на этом ты про Маска заканчиваешь. Ну, я всегда жду твоих дополнительных вопросов. Нет, поскольку у меня вопросов много, то я не могу не обратиться к удивительному посту, который я прочитала у Андрея Мальгина. Я сначала решила, что это просто шутка, но оказалось, что это правда. Мальгин пишет, что вот к Владимиру Путину обратился бывший боксер Умара Лутфулоев, известный также как Умар Кремлев, и попросил отдать ему два наукограда, Протвен и Пущина. Я цитирую Мальгина. В своем обращении он, в частности, обещал создание суперкомпьютера, который позволит собрать данные со всего мирового интернета и отслеживать возможные угрозы при помощи фильтрации трафика. И, ну, даже еще в не столь отдаленные времена, наверное, все-таки это было выброшено в корзинку. Но теперь действительно, значит, Пущина и Протвена, два наукограда присудили к Большому Серпухову. Я даже зашла на сайт на троицкого варианта. Они там обо всем этом, значит, в промежутке между рассказами о быстром нейтрино со слезами на глазах рассказывают. Значит, оказывается, что у этого Лутфулоева две судимости. Он, значит, при хирурге Залдостанове. И, собственно, вот теперь научная российская наука, видимо, как и рванет в связи с этим новым наукоградом, который, к которому какое-то отношение будет иметь вот этот замечательный управленец. А к вопросу о системных игроках, вот что тут можно сказать? Что это все абсолютно логично и закономерно. Во-первых, как мы знаем, Путин любит плохих парней, bad guys, без страха и упрек. Один из них, к несчастью, пал смертью храбрых, предав своего благодетеля Евгения Викторовича Пригожина. Но другие на этом фоне растут. И самый главный, заметный из них, конечно, не у Марк Емулев, а Рамзан Архматович Кадыров, чей сын уже получает десятую, кажется, награду за избиение студента Никиты Журавеля. А Дмитрий Сергеевич Песков сегодня сказал, что ему об этом ничего не известно. Ему не известно о том, что Адам Кадыров, он официально сказал пресс-секретарь Вадим Владимирович, ему не известно, что Адам Кадыров представлен государственным наградом, хотя большая часть наград полученных Адамом государственной. Правда, это награды регионов, но поскольку субъекты Российской Федерации также являются органами государственной власти, то их награды бесспорно государственные. Но не знает Кремль об этом ничего, не обращает на это внимания, потому что этот фарс, скажем так, вечер перестает быть томным. Этот фарс является все более оскорбительным, но тем не менее, значит, так можно и так надо. Поэтому действительно, почему бы у Мары Кремлева, но я что, он представляет не свои интересы, а чьи-то еще, что там просто впущенный против вину нужно задействовать в какие-то лишние земли, объекты недвижимости для строительства, для реализации каких-то крупных девелоперских проектов. Ну, а почему нет? Это свои. Кроме того, Марк Кремлев же, он удержал контроль над Международной Федерацией бокса, что в нынешнее время особая заслуга. Когда российские спорты... Даучная. ...загоняют. Да, то, так сказать, господин Кремлев удержал контроль, и это, безусловно, его достижение. И вообще, я говорю, что если отрешиться от фейковой мифологии, что Владимир Путин какой-то глубокий КГБшник по своей системе ценностей, а вспомнить о том, что он именно порождение бандитского Петербурга, то все нормально. У Марка Кремлев это социально близкий. Почему нет? Почему не дать ему попущенное портвино? Как раз социально неблизким являются скорее всякие представители разных институтов советской закваски, типа большие ученые или деятели культуры, которые искренне думают, что от них в государстве и стране что-то зависит. А здесь работает принцип Николая Первого, который является одной из важных ролевых моделей Владимира Владимировича Путина. Что, так сказать, вы там художник, ученый, кто угодно, только если я с вами разговариваю, и пока я с вами разговариваю. Если надо, у меня гумар Кремлев будет видным ученым. Никаких вопросов. Да, но это шарик вы назначили заведовать профессорами Преображенскими. И причем, что интересно, даже Швондера нет где-нибудь на горизонте. Ну так именно поэтому его нет ответить, Владимир Владимирович. Я контролирую эту ситуацию. Вы все время мне пытаетесь объяснить, что я дурак, у меня плохая команда. Однако же я 23,5 года управляю Российской Федерацией. И стабильность моей правящей конструкции сегодня значительно больше, чем в начале моего правления. Многочисленные оппоненты, которые считали себя слишком умными и образованными, кто-то отсидел в тюрьме долго, кто-то повесился, кто-то замолчал, поняв, что говорить бессмысленно. Поэтому это мы потом разберемся, кто из нас умный. Тогда... Так, сейчас кто-то все-таки не может дать... Все, не обращай меня, сейчас они отвалятся сами. Нет, его бы все-таки лучше выключить. Да, хорошо. Можно вообще-то еще и на мьют поставить. Это такая полезная вещь. Я перестану слышать, ты не будешь меня слышать. Все. Нет, это одно дело ни с... одно с другим не связано, но не важно. Слушай, кстати, поскольку ты заговорил о Кадырове, вот у нас Владимир Осечкин, когда я его спросила, за что награждают Кадырова, он выдвинул очень разумное объяснение. Он сказал, что потому, что Кадыров не встал на сторону Пригожного во время мятежа, а такие возможности у него были. И вот, собственно, вот тот парад награждений, который мы наблюдаем, это ровно награждение за то, что Кадыров не встал на сторону Пригожного. Скажем так, я бы уточнил позицию. Я не совсем с этим согласен, поскольку не было никаких шансов, что Кадыров встал на сторону Пригожного. Он отмежевался от Пригожного еще за некоторое время до начала этого мятежа, и было ясно, что все-таки его патрон Владимир Владимирович Путина никогда не применяет его ни на кого другого, потому что он обложил Кремль Данию, и Кремль Данию исправно платит, и эта система может существовать только при Путине. Путин отшиляет ему любое прикрытие, экономическое, силовое, международное, какое угодно, и уж точно он не перешел бы в эту ситуацию на сторону Пригожного. Он просто не хотел вмешиваться напрямую в потенциальный кровавый конфликт, поэтому его бойцы традиционно застряли в пробке на дальних подставах Ростова-на-Дону, но он явно был на стороне Путина, и выбора у него не было. Но отчасти, тем не менее, я с господином Осечкиным согласен в каком смысле? Что удельный вес, ценность удельная Рамзана Ахматовича выросли после Пригожинского мятежа, потому что у Путина было два таких титульных топ-блаких парня, Бэтгайз, Пригожин и Кадыров. И поэтому, когда нам сегодня говорят, что у Кадырова все можно, а что у Пригожина было не все можно, когда он был в фаворе, кувалда – это что, это не хуже, чем различные проявления демонстративного Кадыровского поведения? Это еще хуже, тоже было можно. Просто мы не сразу это переварили. Поэтому, если раньше Рамзан Ахматович был 50% плохих парней первого эшелона, сейчас он 100% плохих парней первого эшелона, и, безусловно, его удельный вес в системе и в окружении Владимира Путина вырос. Кроме того, по чисто прагматическим соображениям, а не в силу перехода в ислам, как фантазируют определенные представители патриотической общественности, активы спецоперации Z, Путин переключился на ислам и исламский мир. Он понимает, что поскольку Израиль, как бы он там не дружил с отдельными израильскими политиками и не защищал еврейские организации в прошлом и не поддерживал их, все равно союзник США, а устроенная мировая война направлена на обрушение США, и здесь он может рассчитывать отчасти на поддержку, хотя бы отчасти на поддержку исламского мира, во всяком случае, может тешить себя иллюзией, что исламский мир его поддерживает, то здесь и в этом смысле акции Кадырова растут. Поэтому действительно за последние месяцы Кадыров стал для Путина важнее, еще важнее, чем был раньше. Но все равно это не означает, что нужно вручать 16-летнему парню столько орденов, только потому что он студент избил. Хотя, как мы знаем, беззащитного абсолютно. Дело не в заслугах Кадырова, а в том, как все это выглядит с точки зрения любого критического мышления и уважения к государству, Российской Федерации, которая все-таки олицетворяет по-прежнему Владимир Владимирович Путин. И тут же мы знаем, что соратники Рамзана Ахматовича уже объяснили, почему избиение Никиты Журавеля является подвигом. Ты обратила на это внимание, нет? Честно говоря, нет, не очень. Нет, нет, это записали видео, где все объяснили. Когда начали нарастать вопросы, так сказать, а в чем подвиг-то, в том, что беззащитного избили, как объяснили, все, Никита Журавель старше и сильнее Адама Кадырова, сражались они один на один. И, в общем, Никита Журавель – это такой, типа, терминатор, хищник у чужой в одном лице. И то, что Адам Кадыров не испугался этого противостояния и выигрывал, это и есть подвиг. И только это случилось благодаря Аллаху, его прямому благословению, потому что Адам верил, он верит в Аллаха, а Никита Журавель не верит ни во что. И вот поэтому он и проиграл, хотя все шансы победить в этой схватке были у Никиты. Вот это на полном серьезе нам сообщили соратники Рамзан Ахматович. Чудны твои дела и информация. Между тем, Владимир Зеленский дал тут интервью газете «Адесан», где много что сказал, я несколько вещей спрошу. В частности, он подтвердил, что не будет в этом году проводить выборов, но, видимо, чтобы сосредоточиться на борьбе за демократию. И зато сказал, что Путин планирует его сместить, и при этом сказал следующее. Возможно, не путем убийства. Я имею в виду, что планы меняются, они будут использовать любые инструменты, поэтому такая идея до конца года. Они даже и дали имя операции «Майдан-3». Вот я, конечно, не очень понимаю, потому что если у Зеленского есть какие-то сведения о том, как Россия собирается его сместить, то, наверное, надо опубликовать эти сведения, потому что сейчас, вот это упоминал сенатора Менендеса, которого, значит, оказывается притесняют. Я как-то не сомневаюсь, что Россия, что Путин с удовольствием бы хотел что угодно сделать с Зеленским, но как-то вот меня очень смущают эти его слова, которые посыпались сразу после того, как он сказал, что отменяет выборы, что выборов не будет. Ну, строго говорил, не отменяет выборы, они и так отменены по закону. Да, выборов не будет. За Владимира Александровича по избирательному кодексу и по закону о правовом режиме военного положения выборы в период военного положения проводить нельзя, поэтому он ничего не отменял. Он просто зафиксировал статус-кво, сказал, что он не будет менять законодательство и прилагать каких-то усилий к проведению выборов, и здесь я на его стороне. Я считаю, что действительно пока боевые действия высокой интенсивности налицо, выборы проводить технологически невозможно. Разумеется. Не говоря уже обо всех остальных соображениях, что действительно плывет огромное количество всякой грязи, которая будет способствовать не консолидации украинского народа вокруг его целей, а ровно наоборот. Но это уже прикладной вопрос. На переднем плане вопрос юридический и вопрос жизни людей. Как же, так сказать, с какими рисками сопряжена организация этих выборов, а этих выборов для тысячи-тысячих участников по обе стороны избирательного прилавка, скажем так. Но в остальном, да, здесь это интервью вызывает определенные вопросы при всем уважении к Вадиму Александровичу, которого для меня никто не отменял. Потому что политика, которая снискала совершенно справедливо лавры современного Черчилля в первые дни недели и месяцы войны в прошлом году, едва ли должна давать программное интервью газете The Sun. Это то, что я сказал бы, если бы меня кто-нибудь спросил. Ну, какое-то не очень подходящее место для большого откровенного разговора на такие болезненные темы. Это табло, это желтое издание, я могу поделиться, ну, хотя бы с Нью-Йорк Таймс, с Лешенком, Пост, ну, с кем-нибудь таким, где бы с удовольствием это сделали. Во-вторых, само интервью вышло в годовщину революции достоинства, второго Майдана, который ровно сегодня 10 лет, юбилей. И в эту годовщину почему-то термин Майдана используется президентом Украины в негативном контексте, как попытки его свернуть, в то время как, с точки зрения, на мой взгляд, самосознания, активной части украинского народа и украинской истории, и историографии, Майдан — это позитив, это плюс. Это две революции, которые украинский народ провел против узурпатора. Тогда еще родилась шутка, что Виктор Янукович, безусловно, заслуживает место в книге записи Гиннеса, потому что это единственный правитель, против которого устроили две революции подряд. Но, тем не менее, в обоих случаях речь шла, хотя лично Янукович тоже, но против самого принципа узурпации. И украинский народ победил узурпатор. Почему же это плохо? В-третьих, подчеркивается тем самым, что Майданы организованы откуда-то извне, а не были результатом свободной воли украинского народа и его политической субъектности, что тоже как-то противоречит базовой линии. В-третьих, подчеркивается тем самым, что Россия всесильная, она может в Украине сменить власть. Я с этим не согласен. У России нет сегодня возможности при всем живом не сменить власть, не говоря уже о том, что никогда Путин, как принципиальный контр- и антиреволюционер, не поддержит никакой Майдан. Он может поменять власть насильственным путем, но в каком-нибудь заговоре или военного переворота, а не Майдан. Поэтому здесь многие концы с концами не сходятся и свидетельствуют, скажем так, о непростом психологическом состоянии Вадима Александровича, который самое главное в этом интервью подверг, наконец, публичной критике Гавкома Валерия Федоровича Залужного. И верхушку военного руководства заявил, что военные не должны чувствовать себя политиками, потому что, когда они чувствуют себя политиками, они думают уже не о войне, а о борьбе за власть. Тем самым, как сказали бы в таких случаях, представители Владимира Александровича Зеленского, формальные и неформальные, кто-то транслирует кремлевские нарративы. То есть еще недавно официально утверждал, что никаких противоречий между Зеленским и Залужным нет. А на самом-то деле, они, конечно, существуют уже давно, там, с лета прошлого года, и их не может не быть. Я бы не стал гиперболизировать это. Потому что всегда между политическим и военным руководством есть разногласия, просто потому что они заняты разными делами. В сегодняшнем Израиле они есть. Это вовсе не означает, что израильские генералы собираются насильственным путем снести правительство Биби и Нетаньяху и сами возглавить. Они, если бы не придут к власти, то исключительно в результате демократических процессов, а не каких-то других. И тоже я согласен, что генерал далеко не всегда эффективно проявляет себя в политике. Тем не менее, хотя запрос на проект украинского Шарля де Голли сегодня нарастает, и он объединяет, консолидирует большое количество оппонентов Владимира Александровича Зеленского, которого в украинских элитах очень много. Могу напомнить, что впервые о перевороте с целью его смещения намекнув на то, что за этим переворотом может стоять Ренат Леонидович Ахметов, самый богатый человек Украины. Это тогда транслировалось на пресс-конференции Владимира Александровича Зеленского, вернее, на встрече его с журналистами. Там была она довольно специфически организована. Было несколько заходов журналистов, которые садились за стол с Зеленским. Он им рассказывал про госпереворот. В качестве доказательства, единственного доказательства госпереворота, была предъявлена какая-то пленка, кажется, записанная в Крыму, где малоизвестные люди обсуждали, что, возможно, при поддержке Ахметова удастся Зеленского сместить. Знал ли об этом сам Ахметов, и причем здесь он не разъяснялся. То есть эта тематика всегда близка Владимиру Александровичу, когда он чувствует некую опасность. Он пытается драматизировать ситуацию с помощью темы или нарратива переворота. Мне кажется, что переворот ему не грозит. Если Валерий Залужин и будет участвовать в выборах, то только на демократических основаниях, и в том случае, если в них не будет участвовал Пан Зеленский. Но это говорит о том, что он действительно не чувствует свое положение таким стабильным, как он себя ощущал с момента начала войны и до недавних времен. Что определенные разногласия в украинских элитах, и здесь никакие внешние игроки, нам говорят, не имеют к этому существенного отношения. Конечно, безусловно, Кремль, Российская Федерация всецелы и всемирно заинтересованы в дестабилизации украинской власти и деконсолидации украинского народа. Сомнений нет. Но в данном случае они ни при чем. Они будут только радоваться, конечно, если что-то пойдет не так. Но противоречие между Зеленским и значительной частью украинских элитов которые были еще описаны в сакраментальном материале Саймона Шустров-Кайм, они действительно существуют, они выходят на поверхность и сам Зеленский уже не может этого отрицать. Ну, собственно, вот ты ответил на мой вопрос также по Залужному, потому что там действительно был у Зеленского большой пассаж про Залужного. И кроме этого, естественно, там был большой пассаж про невозможность никаких переговоров и никакого перемирия с Россией. В связи с этим я хочу тебя спросить, что ты об этом думаешь, потому что вот совсем недавно Алистович и Сраманенко опять обсуждали перемирие, ссылаясь уже на этот раз на статью, последнюю статью Ричарда Хауса, где говорится, и говорили они как раз о том, что вот это абсолютно, что с одной стороны, Путин-то на перемирии вряд ли согласится, потому что он считает, что он в выигрышной позиции. Но с другой стороны, вот это полное отрицание реалии того, что происходит на поле боя, оно вызывает раздражение у союзников, ну, по крайней мере, с точки зрения Алистовича и Романенко. Они ссылались опять же на статью Хауса. Они вызывают раздражение у союзников. И что варианты, которые предлагают Украине, становятся все хуже и хуже. Еще недавно это был вариант Киссинджера вступления в НАТО в обмен на территорию. Хаус не предлагает уже и того, а предлагает некие карантии безопасности, которые, и, соответственно, вот с твоей точки зрения, действительно толкают Украину и хотел бы Запад видеть Украину, чтобы она предложила перемирие? Или на самом деле этому никому политически не выгодно? Это вопрос терминологический. Скорее всего, речь идет о прекращении огня, который не является формально ни перемирием, ни тем более мирными переговорами. Официальных мирных переговоров, конечно, не будет, поскольку ни о чем говорить. Нет предмета, нет компромиссной позиции. Независимо от состава и качества посредников. А переговоры о прекращении огня, я думаю, подспудно идут. В том числе при посредничестве фигур самого разного калибра, от Раджапа Таипа Эрдогана до Романа Аркадьевича Абрамовича, весьма обхожего в команду Зеленского. Именно Зеленского. И тут вопрос ведь не в давлении Запада как такового исключительно. То есть нельзя представлять ситуацию так, что вот вся Украина против прекращения огня, а проклятый Запад или кто-то еще транслирует кремлевские нарративы, как любят говорить те же пропагандисты, и заставляет Украину сделать то, чего она не хочет. Причем так является усталостью Украины от войны, от того, что нет дополнительного мобилизационного ресурса. И в общем, это диктуется всеми теми факторами, которые абсолютно искренне описал генерал Валерий Залужный в экономости, никто другой. Не-не, извини, я тут себя перебью, потому что вот Зеленский в своей статье прямо со ссылкой на рядовых украинцев и на людей на фронте говорит, что вот если украинцев спросить, готовы ли сдаться Россия, они скажут, что мы не устали, готовы стоять дальше. И, соответственно, вот Зеленский не считает, что устали. Нет, конечно, это, как в любом социологическом вопросе, это предмет формулировки. Если спросить, готовы ли вы сдаться, конечно, все ответят, нет. Такая сдача речи не идет. Речи о временном, неопределенном сроке прекращения огня. И это идет изнутри Украины. Запад с этим как-то соотносится, и многие на Западе это поддерживают. Это не означает отказа Запада от поддержки Украины. Я думаю, что даже дороже Конгресс США одобрит очередной пакет помощи Украине. Здесь внутри партийные разногласия уже будут иметь второстепенное значение. Там же идет поиск компромисса по поводу чего? По поводу финансирования заграждений и защитных конструкций на границе с Мерсикой. И по поводу сокращения финансирования налоговых органов. Вот если компромисс по этому поводу будет достигнут, то республиканцы и проголосуют республиканское большинство за пакет помощи Украине. За этим дело не станет. Но если это не случится до Нового Дорождества, значит, это точно случится до конца января. Принципиальной смены приоритетов не будет. Она возможна только технически. Но, разумеется, Владимир Александрович Зеленский и его команда заложники завышенных ожиданий от контрнаступления. Потому что еще нынешней весной казалось, что это контрнаступление будет очень успешным. Если оно и не приведет к освобождению большей части оккупированных РФ территорий, то, по крайней мере, к рассечению сухопутного коридора на Крым. И украинскому Украине удастся вновь овладеть Сибирьдянскому имелитополу. Этого ничего не случилось. Жертвы и сдержки Украины весьма велики, разумеется. И поэтому это оказывает необходимое, неотменимое влияние на обсуждение вопроса о прекращении огня. Обсуждение, которое начал публично сам Залужин, а не кто-то еще. Но на Западе, да, эта точка зрения весьма популярна. И здесь Владимир Александрович Зеленскому придется отказаться от главного риторического приоритета выхода на границы 1191 года в краткие исторические сроки, в обозримой перспективе. А это очень непросто сказать, что эти обещания не выполняются. Поэтому, так сказать, Владимир Александрович неоднозначно подходит к этому всему и демонстрирует нервозность, которая ясно проявляется в его интервью таблоиду сам. Смотри, мне так кажется, что сейчас нету никаких сторон заинтересованных в перемирии. Я тебе объясню свою логику. Первое. Путин считает, что он сейчас попрет дальше и вообще, что вот он, наконец, сейчас-то, вот он и будет в нарастающей обстановке международной нестабильности, у него больше шансов. И при нарастающей слабости Запада. Соответственно, позицию Зеленского мы только что обсуждали. Никаких выборов, пока Украина воюет. Украина будет воевать, пока не выйдет на границе 91-го года, то есть до морковки, на заговенье. Но от 91-го года мы не откажемся, потому что, кто нам позволит, украинский народ не позволит. И третье. Я не вижу, чтобы Байден был заинтересован в перемирии, потому что в такой ситуации перемирие будет просто поводом для республиканцев сказать, ну вот смотрите, Байден капитализировал перед Путиным, потому что все имеет свое политическое, свое выборное значение. В Америке начинается предвыборная кампания. Республиканцы будут рвать Байдена. И, ну, это идеальный способ его рвать. Поэтому, соответственно, где группа интересов, которые заинтересованы в перемирии? Смотря что, опять же, это вопрос терминологический. Что мы имеем в виду под перемирием? Мирные переговоры на определенных условиях нет. Мы их не имеем в виду. Мы имеем в виду прекращение огня на неопределенный срок. Опять же, причины, по которым Украина объективно, а не субъективно с точки зрения тех или иных политиков, в этом заинтересованы, изложены Валерием Заруженным в экономность. Если есть что добавить, то немного. Первое, что это исчерпание ресурсов. Путин тоже в этом заинтересован, потому что какие бы браворные марши не звучали из Кремля, понятно, что Путин не может, во-первых, воспроизводить вооружение, масштабировать, так как это объясняет кремлевская пропаганда из-за продолжающей усугубляющейся зависимости, из-за стабильно высокой зависимости от западных технологий и комплектующих. То есть, поскольку бы смен не работали российские военные заводы, почему-то же нужны эти миллионы снарядов из КНДР и иранские дроны. Значит, все-таки военная промышленность, военный промышленный комплекс РФ не может обеспечить их в достаточном количестве, а кроме того и потери, человеческие жертвы приближаются к критическому уровню в условиях войны высокой интенсивности. И в преддверии президентских выборов 2024 года, хоть их результаты известны, это понятно, тем не менее, но все же Путину хотелось бы показать, что он остановил этот процесс. Конечно, будет объявлено, что это гигантская победа России, но это было бы объявлено при любом раскладе, даже при условии выхода на границы 1991 года, потому что тогда и Путин уже готовил общественное мнение к этому в прошлом году и в начале нынешнего, было бы заявлено, что колоссальным триумфом является то, что Соединенные Штаты Америки и их союзники, которые затеяли войну против РФ с территорией Украины, не РФ затеяла войну, она устроила спецоперацию, чтобы предотвратить большую войну на собственной территории, а вот та, устроенная американцами, война провалилась, потому что расчленить и ликвидировать РФ и свергнуть Путина не удалось. Раз нет американских танков на Красной площади, то значит победа. Поэтому победу Путин объявляет в любом случае, здесь фактическое положение дел его совершенно не волнует. Его волнует только пропагандистское измерение этой ситуации, тем более, что так часто и чаще всего бывает, что его пропагандистская версия потом становится предметом его искренней веры и доверия. Маска прирастает в лицо, он действительно начинает так думать, если даже вначале он сомневается в истинности того, что предлагается в качестве пропагандистской обертки для реальных событий. Но, конечно, что касается Байдена, то ясно, что украинская война при всем к ней уважении как важному историческому событию и одному из ключевых компонентов все четвертой мировой войны не является определяющей с точки зрения исхода выбора 2024 года. Определяющей является ситуация американской экономики, о которой мы сможем с уверенностью судить лишь к лету следующего года и не раньше. Поэтому, да, нынешние все, так сказать, треволнения по поводу того, что Байден теряет рейтинг не из-за Украины, а исключительно из-за Израиля, из-за того, что в его электорате очень много пропалестинских элементов. И эти пропалестинские элементы сейчас отказывают ему в доверии. Это еще, так сказать, все может быть не раз пересмотрено, особенно с учетом неясной судьбы и высочайшего антирейтинга, как и высокого рейтинга, его ключевого оппонента Дональда Трампа. Тем более, что прекращение огня не может быть инкриминировано Байдену как поражение в борьбе с Путиным. Поддержка Украины продолжится, что поставки вооружений продолжатся, и Америка, естественно, сделает все возможное, чтобы Путин не поблазнялся какими-то следующими вариантами похода на Киев. Поэтому мне представляется, что в этой схожести, именно во временном прекращении огня, заинтересованы многие по объективным, подчеркиваю, причинам. Кто угодно может хотеть, что угодно. Зеленский срочно выйти на границы 1991 года, а Путин срочно взять Киев. Вопрос в том, у кого какие есть объективные возможности этого добиться в обозримый срок. Два важных вопроса, которые мы должны еще обсудить. Конечно, я хотела обсудить и третий, но я думаю, что мы не успеем. К вопросу о международных элитах и их лицемерии. Тут генсекуон Гутерреш заявил, умудрился заявить, что число жертв в Газе самое большое для военного конфликта с тех пор, как я, цитирую, то есть Гутерреш, занял свой пост. Ну, напомню просто нашим слушателям, что, во-первых, в одном лишь Мариуполе жертв среди мирного населения в разы больше, чем в Газе, а во-вторых, просто есть еще, по крайней мере, одна война, в которой просто там в десятки раз больше жертв и так далее. И это совершенно удивительное заявление рифмуется, например, с поведением Amnesty International, которая вот уже ее глава, Нес Каламар, которая и на войне в Украине отметилась, уже после 7 октября, осуждала израильскую систему апартеида против всех палестинцев. Вот тут Amnesty International вывесила, наконец, фотографии заложников, но она не смогла вывесить фотографии заложников евреев. Она вывесила фотографии нескольких заложников бедных тайцев, то есть просто вот их корюжило, плющило и мучило. Не говоря уже о разных фантастических историях, когда нам просто армия обороны Израиля показывала под тоннели, под госпиталем Шифа. А BBC, ну она потом исправилась, продолжала говорить, что у нас нет подтверждений, что под госпиталем Шифа чего-то есть. И у меня два вопроса. Один вопрос о фантастическом, невероятном лицемерии тех людей, которых мы привыкли считать, что они тут занимаются защитой прав человека. А второе, что я понимаю, что у Гутерриша задница горит, потому что Бапор 1,6 миллиардов в год тратила, и мы понимаем, что это, во-первых, половина бюджета ООН, а во-вторых, это шло как раз на организацию терактов и террористической инфраструктуры. И тут 100 евро один человек другому не может перевести, без того, чтобы его не заподозрили отмывание денег. А тут реально вот эти самые организации, которые должны заниматься защитой прав человека, мыли миллиарды для террористов и их вооружали. Они йоколы мэне за это когда-нибудь ответят? Они их за это кто-нибудь посадят? Ну, так, во-первых, ты уже ответил на свои вопросы, если они были. То есть, скорее, это был не вопрос, а монолог, который я могу прокомментировать только одним образом. А почему после этого мы удивляемся победе Хавьера Милея? Вот, мы еще раз возвращаемся к вопросу, почему такие антисистемные лидеры преуспевают и будут преуспевать в окружающем нас мире, несмотря на все сопротивление глубинных государств. Я могу лишь повторить, будучи часто критикуем нашими общими знакомыми за то, что я повторяюсь, повторить свой тез о том, что он давно исчерпал себя и пережила. Этот тез я проповедую много лет, но вот, наконец, должна была случиться война в Израиле, для того, чтобы дать этому весьма и вполне практическое подтверждение. Это же касается и мировой системы правозащитных институций, которые всегда избирательны и, в общем, работают во вполне конкретных интересах, часто коммерческих. При этом защищаемые объекты защиты, вот, так сказать, если говорить не о правах человека, как инстанции и категории, право и философии, а о конкретных людях, наделенных этими, вроде как, неотчуждаемыми правами, чем дальше они находятся от правозащитников, тем лучше. Всегда лучше поддерживать кого-нибудь, кого ты не видишь. Это давний принцип организованной системной правозащиты. Не помогать конкретно ближнему, а помогать кому-то, кого с идеологической точки зрения ты можешь назвать своим, кому присущ определенный маркер. И здесь, поскольку Израиль, опять же, он давно, то есть антисемитизм в мире никто не отменял, он царит везде. Просто не во всякие моменты истории он так резко и яростно выходит на всеобщую, обозримую всеми поверхность. Мы с тобой тут ни разу не обсуждали госпожу Ирину Фарион, потому что я считала, что это нас недостойно, потому что, ну, не надо обсуждать, мы же, грубо говоря, и генерала Гурулева с путинской стороны не обсуждали. Мало ли кто что несет. Но вот так, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что, во-первых, права русских в Украине должны быть ущемлены, он прям так и сказал, а во-вторых, их в Украине нет. То есть я так поняла его спич, потому что он сказал следующее, цитирую, если народ не демонстрирует уважение, а наоборот осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Но имейте в виду права русского народа. Но дальше он сказал, что никаких русских национальных меньшинств в Украине на данный момент нет и быть не может. Ну, вот я тут посмотрела данные переписи 2001 года, там русскими, то есть не русскоязычными, а русскими считали себя 17,1% граждан Украины, понятно, что часть их осталась в Крыму и в Донецке и так далее. А объясни мне, все-таки русские-то в Украине есть? Они должны быть ущемлены или их нету? Вот я не совсем поняла. Нет, общая линия на то, что их нет, что есть русскоязычные украинцы. Я думаю, что это цифры. Сегодня, по сравнению с вопросом 2001 года, было бы гораздо-гораздо меньше, потому что даже многие из всех, которые назвали себя русскими тогда, сегодня бы русскими себя не назвали. Все-таки это 2001 год, совсем другая эпоха, когда Россия вовсе не была врагом и можно было любить и уважать Россию, будучи украинцем и гражданином Украины. Это никому не запрещалось. Но Украина является воюющей страной, и, конечно, во время войны всегда идет расчеловечивание противника. Это процесс, который мне не нравится как русскому, но он неизбежен. В этом смысле я не буду критиковать Стефанчука, я не согласен с его позицией, но и критиковать его не буду. По причине, которую я только что объяснил, тем более, что я сам русский, и я понимаю, что не мне это делать, а кому-то другому. Но гораздо обиднее и хуже, когда эту позицию придерживаются сами русские. которые считают, что их интеграция в западный мир возможна только на условиях отказа от любой русскости, принадлежности к России, к русскому языку и культуре, и в том числе и в том, чтобы создавать проблемы себе подобным. Вот здесь уже совсем другой разговор. Ну так, тогда ты вынуждаешь задать меня третий вопрос, который я просто, поскольку я не успевала, я хотела отложить его уже на следующий день или вообще с ним порешить. Я предлагаю начать с этого вопроса. Я понимаю, о каком вопросе идет ключ, это понимает большая часть нашей аудитории, поэтому предлагаю начать с него с наш следующий выпуск программы «Дежурный по эпохе». Ибо этот вопрос совершенно не устареет, он системообразующий, а я не хотел бы на коленке искороговорка его обсуждать. Хорошо, тогда именно с этого системообразующего вопроса мы начнем, мы закинем такую большую толстую вишенку. И, Стас, гигантское тебе спасибо. Огромное спасибо, призываю всех подписываться на канал Белковский с премьерой «Гибель этого мира» аварийным выпуском программы «Время Белковского». Это была Юлия Латынина, это был Станислав Белковский, дежурный по эпохе, подежурили славна. всем привет. Не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки. Завтра я надеюсь, что у нас будет Геннадий Гудков, и я надеюсь, что мы тоже всякого интересного пообсуждаем. Всего лучшего, до свидания. Геннадий Гудковский